В Московской Православной Духовной Академии прошла уникальная научно-практическая конференция «Христианский музей в современном мире». Цель этого мероприятия – учреждение общественного объединения «Союз христианских музеев» имени преподобного Сергия Радонежского, призванного собрать воедино все христианское музейное сообщество, как в России, так и за рубежом. В конференции приняли участие более 50 представителей государственных и церковных музеев из различных регионов России и стран ближнего зарубежья. Об этом событии на встрече с журналистами рассказало руководство Академии. В настоящее время открывается множество храмов. Этот процесс идет с конца 80-х годов. Открываются монастыри, духовные учебные заведения. А в последние буквально пять лет открываются новые епархии, особенно новые епархии. Поэтому каждая епархия имеет свой исторический путь. И, как правило, открываются музеи, которые раскрывают исторический путь данной епархии. И, естественно, все, что с этим связано. Благодаря этому процессу церковные музеи стали заметным явлением в культурном и религиозном пространстве современной России. Идея организовать общую встречу представителей церковных и государственных музеев родилась в стенах Московской Духовной Академии. Основная часть мероприятий проходила в старинном здании царских чертогов. Конференция организована на базе Церковно-археологического кабинета Московской Православной Духовной Академии. Здесь в его залах представлено несколько тысяч самых разнообразных экспонатов. Церковно-археологический кабинет – крупнейший церковный музей России. Он активно сотрудничает с другими, в том числе зарубежными музеями. У нас есть прекрасное сотрудничество с Кипрским музеем. Монастырь Акикос. У нас прекрасное отношение с сербами. У них прекраснейшие музеи христианские. С болгарами, с итальянцами, где есть частные музеи. Коллекция Беллини, одна чего стоит, чтобы привезти показать. Она не государственная. Их очень много. Огромнейший пласт христианских музеев. Объединение всех музеев, которые представляют христианские конфессии, поддерживающие отношения с русской церковью – дело будущего. Для начала решено было создать такой союз в рамках русскоязычного православного пространства, чтобы вместе решать актуальные проблемы, сохранять, приумножать и просвещать. Продолжение следует...